Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Здравствуйте. Продолжается эфир Радио Болтком. И наступило время программы «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Также можно писать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, задавать вопросы, комментировать то, что происходит в студии. Мы обязательно обратим внимание на ваши замечания, предложения, вопросы. Ну, а сегодняшнюю тему наш ведущий сформулировал так, о вине и прощении, подлинном и мнимом. Будем говорить и надеемся тоже на ваше участие. Отчего я на эту тему заговорил и задумался? В довольно-таки длительное мнение, длительное время часто в диалогах, в соцсетях, в текстах психологических звучит тема прощения. Я бы даже сказал, что она звучит несколько чаще, чем обычно. И я задумался, отчего это? Ну, с чем у нас обычно связано прощение? С некой виной. Нет вины и прощать нечего. И почему прощение именно в последнее время зазвучало так сильно, это наводит на размышления. Мы сделали какие-нибудь исторические экскурсы. Ну, христианская концепция, в общем-то, построена на понятии греха, его искупления, и на понятии Всевышнего, который прощает этот грех грешнику. И, насколько мы помним, уже в те времена концепция прощения колебался от глубокого, искреннего раскаяния, дабы заслужить это прощение, до неожиданно коммерческой основы... Индульгенции. ...до продажи индульгенции. Кстати, у людей почему-то индульгенция, слово, автоматически ассоциируется с продажей. На самом деле нет. Индульгенция – это было то самое прощение греха, греш, который предпринял некие действия, дабы его искупить, дабы раскаяться. Индульгенции, продаваемые за деньги, это было таким новшеством. Если я правильно помню, что было новое в теме индульгенции, якобы человек мог даже купить индульгенцию, еще не согрешив. Как будто отпущение греха на будущее. Ну и так, как кардинал давал Миледи расписку, все, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказу. Да, было, ну это скорее, наверное, такой-то народный анекдот о некоем рыцаре, который купил у монаха индульгенцию для прощения за преступление, за ограбление, все немедленно ограбил монаха, отобрал все деньги и поехал своим путем. Скорее всего, это анекдот. Так вот, индульгенция была за деньги настолько формализованным, настолько неискренним прощением, что это вызвало такой шквал критики, что Папа Римский в тех времен достаточно быстро запретил это. Потому что это, наверное, и подрывало авторитет Церкви, и, наверное, в принципе, это полностью девальвировало идею прощения, идею искупления греха. Что происходит с прощением сейчас в наше время? И откуда так много вины, откуда так много прощения? Ну, вина – это, как мы знаем, однокоренное и родственное слово «обвинение». Сейчас заглянем, опять же, в те же социальные сети, в масс-медиа, мы видим, как много звучит обвинений, бесконечных, взаимных. Самое простое, что мне первым приходит на ум – это история с ковидом, где сторонники, противники вакцинации винят сторонников вакцинации, наоборот. И не стесняясь в выражениях бичуют друг друга и пишут грозные тексты. И уже здесь, в такой понятной и простой теме, как медицина и здравоохранение, это переходит в плоскость, кто виноват, кто кого принуждает, кто кого заставляет. И тут тоже люди начинают настолько сражаться друг с другом, но пока здесь до стадии прощения еще не дошло. Никто ни у кого прощения не просит, все отстаивают с праведным гневом свою позицию. Звучащее в последнее время понятие новой этики, когда всплывают вины людей в самых разных обстоятельствах, людей неосторожно высказавшихся, людей неосторожно поступивших в прошлом. И тут тоже лечевания и обвинения звучат кругом. И даже говорят о том, что, ну, получается, какой-то прямо закон обратной силы не имеет, но в то же время вот высказывание, которое 15 лет назад звучало абсолютно, ну, как бы, нормально, сейчас в наше время мы, ну, вот оно звучит, может быть, вот именно с нарушением вот этой новой этики, но тем не менее вот человека обвиняют в том, что он сказал это 15 лет назад, когда, в принципе, в те времена это было в порядке нормы. Ему припоминают какой-нибудь мем там на тему, я не знаю, там, расы, гендерных каких-то вещей, и это может просто, ну, закрыть карьеру человека, прекратить разрушить. Вот я думаю, что судя по тому, как нарастает в этом общественном пространстве концентрация обвинений, концентрация вины, как будто параллельно с этим всё чаще и чаще звучит вот это о прощении. Чаще всего звучит «надо научиться прощать». Надо научиться прощать всех, и звучит это, в общем-то, неплохо. И давайте задуматься, что такое прощение, по-настоящему задуматься. То есть прощение, значит, чем оно не является? Давайте пойдём с другой стороны. Ну, например, просто сказать человеку, я тебя простил формально, это не является прощением. Сказать человеку, что Бог с тобой, я не буду тебе мстить, вот я тебе помилование такое, тоже это не является прощением. То есть человек может сохранить, отказаться от мести и наказания, но сохранить вот это болезненное ощущение внутри. А даже потребчик компенсации, какой-нибудь материальный, и получить её, это тоже не является прощением. То есть мы в прощении как психологической категории, то на самом деле это очень сложная работа. Кто вовлечён в прощение? Давайте разделим прощение и вина между социальными группами, допустим, и между отдельными людьми. Вот поговорим об отдельных людях, это несколько проще. Вот на мой взгляд, эти поверхственные призывы «прости, и всё будет хорошо» – это не работает, потому что на самом деле прощение – это результат очень серьёзной работы. И прощение всегда приводит к серьёзным изменениям. Есть обидчик, есть обиженный. Ну вот у меня сразу вопрос, должно ли, можно ли простить нераскаившегося человека? То есть мы предполагаем, что человек, который совершил какой-то плохой поступок по отношению к другому, он приходит со своими извинениями, говорит «прости меня», и вот теперь уже как бы мяч на другой стороне. Или человек может простить человека, даже если он не извинился, не принёс этих извинений, не раскаялся? Это очень хороший вопрос. Ну, с одной стороны, я думаю, в большинстве случаев прощение должно следовать за просьбой о прощении, за извинениями, причём желательно за искренними извинениями. Вы все можете представить извинения такие, что называются, на «отвяжись», формальные, даже не утруждаясь, продемонстрируясь, что ты действительно раскаиваешься. Наверное, это не очень работает. Когда у тебя искренне попросили прощения, наверное, попросить намного легче. Ну, давайте задумываемся ситуацию, где прощение не просят. Ну, например, твой обидчик умер. Этвой обидчик человек, наделённый своими слабостями, тревогами, которым никогда его самолюбие или какая-то другая ограниченность не позволит попросить прощения. Значит ли это, что у нас внутри будет бесконечно жить эта обида? Наверное, с этим тоже можно справляться, но это требует намного больших усилий. Так вот, что я хотел сказать. Есть два участника – обидчик, обиженный. И мне кажется, сам процесс прощения действует здесь на три составляющие. Во-первых, на отношения между обидчиком и обиженным. Во-вторых, сам процесс прощения, глубокого, искреннего и осознанного, наверняка что-то меняет в самом обиженном. Потому что по-настоящему отпустить гнев, отпустить чувство уязвлённого самолюбия или униженности, или желание отомстить и наказать – это серьёзная внутренняя работа. И человек, который её проделал с просьбой о прощении или без оной, он действительно в себе многое меняет, её совершив. Я думаю, что человек, который искренне просит прощения, тоже очень многое в себе меняет. То есть это в обоих случаях достаточно глубокое осознание себя, достаточно глубокое слышание своих эмоций, анализа того, что произошло в этой ситуации, где возник конфликт, почему ты повёл себя именно так, ну а заодно и анализа того, что это вообще привело, почему в этой ситуации оказались, почему повели себя так, что кому-то стало больно, или почему чьи-то слова с нас только задели. То есть процесс прощения – это всегда даёт очень много знания и понимания себя. Это слышание себя, слышание своих уязвимых точек. Вопрос. Вот, допустим, кто-то нас очень сильно обидел. Наверное, есть обиды бесспорные, ситуации, которых будет плохо каждому. Наверное, есть ситуации, когда вроде и обида пустяковая, а тебя не отпускают. У тебя происходят в сознании бесконечные вымышленные диалоги с обидчиком. Твои мысли снова и снова возвращаются к этому. Твои мысли перебирают различные возможные варианты. Ты придумываешь варианты ответа. И это может проходить очень долго. Я знаю людей, которых обиды были причинены годы назад, а они по-прежнему находятся в болезненном состоянии, в диалоге с обидчиком и в бесконечной попытке вырваться из этого круга. И пока на многие вопросы, связанные с ситуацией, нет ответа, по-настоящему простить очень сложно. Я хочу всем нашим слушателям порекомендовать сериал «Мэйр из Исттауна», который сейчас просто гремит везде. Потому что, несмотря на такую детективную составляющую, в нем очень много как раз-таки уделено этому моменту обиды, прощения обиды. И вот мне без всяких спойлеров момент, когда женщина-полицейская, которая, выполняя свой долг, она наносит ущерб людям, которых она любит, она понимает, что она совершает. И вот этот момент, когда она получает прощение, не буду говорить, опять-таки, у кого, и вот они просто две сидят, вот женщины, и рыдают, и ревут, потому что они понимают, что она выполнила свой долг, но она в то же время разрушила какие-то отношения внутри семьи другого человека, и она нанесла боль и травму. И она нашла в себе силы прийти и просить прощения за то, что она сделала. Но она, в общем-то, ну, в силу того, что она должна была, ну, закон есть закон. Вот это вот, ну, как бы тоже потрясающе, конечно, то, что вывело эту, ну, детективную драму, детективную, как будто бы, ленту на уровень психологической драмы. Я вот знаю, что очень многие полюбили этот сериал именно, потому что им очень, действительно, они, наверное, нашли что-то общее вот с этой героиней. Ну, на самом деле, хорошая, в любом жанре хорошая работа всегда выходит за рамки жанра. То есть любой хороший фильм по-настоящему будет психологичен, хорошая книга будет психологичен, неважно, детектив, фантастика, любого драма и так далее. Я спрашиваю пациента, что хорошо почитать по психологии, я говорю, хорошую ли те художественную литературу. Она, мне кажется, учит куда большему, чем книжки по психологии. Та же работа происходит в том, что попросил прощения. То есть человек, который искренне просит прощения, значит, должен искренне осознать, в чём он виноват. Ну, мы же понимаем, что мы, люди, мы так устроены у нас на разные болезненные переживания, всегда есть психологические защиты. То есть всегда есть, да ничего страшного не сделал, или, а зачем он так со мной поступил, или, ну, а зачем он так сердится, мог бы и понять, мог бы и войти в моё положение и так далее. То есть очень много способов смягчить для себя это чувство вины. Но можно себя перехитрить на поверхностном уровне. Всё это, если чувство вины, и я ощущаю, что неправильное из дел в тебе живёт, оно будет на тебя действовать разрушительно. Точно так же разрушительно действует на человека то самое чувство гнева и обиды. И это, возвращаемся к вине и прохи между социальными группами, явление так называемой кровной мести, которое всегда было в том, что называется культура чести. Культура чести то, что было обычно это в каких-то, на Кавказе, вообще у горцев это очень развито. Там, где по определению воинственные народы, это всегда было, как ни странно, больше всего присутствовало в странах католических, Испания, Италия. Там тоже понятие чести очень было обострённо прописано и всегда было связано с местью. То есть, история о мести, почему из поколения в поколение, между разными семьями, это достаточно залить в историю очень многих стран, чтобы это найти. И там тоже кровь лилась из поколения в поколение, то есть, надо было, уже же надо было даже не наказать конкретного обидчика, надо было просто причинить боль семье, роду, клану, тех, кто тебя... Роду, скоту, отбитчик происходит. То есть, надо было любой ценой, боль за боль, смерть за смерть, кровь за кровь, и это тянулось бесконечно. Даже на такие ситуации были придуманы специальные обряды, насколько я читал, в кавказских семьях и родах это происходило, когда вступали в переговоры старейшины и уважаемые люди, когда были прописаны специальные обряды, которые надо было исполнить, на чём вражда прекращалась. То есть, тогда наступало то самое прощение, потому что примирение было обрядом и религиозным, и каким угодно. Но вот между людьми с этим несколько сложнее. У нас пауза. Да, у нас небольшая пауза, после чего мы продолжим тему о вине и прощении. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Диагноз недели». Я напомню, что в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Риэль Резник Мартов, и сегодня мы говорим о вине и прощении подлинном и мнимом. Почему важно прощать, но по-настоящему? Замечено, что простить обычно трудно людям невротического склада, людям ранимым и уязвимым, людям мнительным и тревожным. Для них прощение куда более тяжёлая работа. И почему нам важно прощать? Не просто потому, что это больше комфорта в отношениях и так далее, но поскольку психологи давно обратили внимание на сам феномен прощения, и, кстати, где-то в Америке есть институт прощения, где исследуют всё связанное с прощением, с обидой и так далее, и так далее. Так вот, жить в этой хронической обиде просто вредно для здоровья. То есть мы живём в постоянном напряжении. Это незажившая, фактически это незажившая рана, которая заставляет тебя быть в стрессе, со всей физиологией стресса, гормоной стресса и так далее. Это постоянное напряжение психологическое и физическое. Это состояние, для кого-то состояние постоянного раздражения, для кого-то состояние часто прорвающихся слёз. То есть, в общем-то, человек, живущий в обиде, он не может полноценно наслаждаться этой жизнью. Это, а нахождение в ситуации хронически неизбежно приводит к различным психосоматическим вещам. Начиная от всем известной язвы желудка, дезиннадцатиперстные кишки и кончаем массой других сердечно-сосудистых вещей, повышенное давление и прочие результаты хронического стресса, в котором находиться вредно. Поэтому, когда мы говорим о том, что стоит научиться прощать, речь не столько о том, чтобы ты кого-то простил, и вы пожали за другую руки. Речь, как я уже говорил, о глубокой работе с собой и о твоём собственном здоровье. То есть, человек может даже и не знать, что его простили, то есть, не обязательно приходить к воротам обидчика и громко кричать «я тебя простил». Это может быть просто акт внутри себя, после которого, встретив случайно его человека на улице, ты можешь ему кивнуть, встретиться взглядом, даже, может быть, пожать руку. Наверное. Или ты можешь встретиться и ничего не почувствовать. Ни доброго, ни плохого. И этот человек перестаёт жить в твоих мыслях, ты перестаёшь с ним спорить, ты перестаёшь строить планы возмездия. Кстати, как мы помним, из мировой истории месть – очень популярная тема в литературе, в фильмах. И если мы посмотрим различные сюжеты об отомщении, истинные, и выдуманные, практически везде месть всегда разрушает самого мстителя. То есть, человек обычно, совершая некое возмездие, часто приступает к некие законы, и моральные, и юридические. Вот история о мести знаменитая графа Монте-Кристо. Человек, который посвятил всю свою жизнь мести, но, если мы помним, конец романа, увидев, к чему эта месть привела, настолько ужаснулся, что помиловал последнего, даже самого главного из своих обидчиков, потому что понял, насколько, к каким чудовищным последствиям это приводит. Так вот, месть всегда разрушительна. Да, её этим многие упиваются, обдумывают, долго вынашивают планы возмездия. Как говорит старая сицилийская поговорка, месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. То есть, не сгоряча. А другая поговорка, месть – это такое время года в аду. То есть, человек, который живёт вместе, фактически он живёт в аду, потому что это очень мучительное состояние. Так вот, наверное, когда мы начинаем задумываться, прощать кого-то, не прощать, а ещё что делать с этой обидой, для начала хорошо бы осознать, Бог с ним с обидчиком, осознать, что обида делает с тобой, вслужиться в себя, осознать, какое количество твоих эмоций, твоего времени, твоих сил это поедает. Обида, кстати, то, с чем мы регулярно сталкиваемся в терапии. То есть, люди приходят на терапию, часто они обижены на своих родителей, и есть такое достаточно примитивное представление о терапии, что это тот момент, когда надо просто всю вину переложить на своих родителей, назначить их ответственными за всё, и хочет сейчас спросить, а дальше-то что. вот нашли вы виновных, теперь вы злитесь на своих родителей бесконечно, теперь вам хочется постоянно бичевать, и каждый раз, что бы в твоей жизни не происходило, говорит, ну да, что со мной сделали, а как со мной поступали, и у этого точно нет исцеляющего эффекта. То есть, внешне обвиняющая позиция, постоянная обида на родителей и на живых, а уж тем более уже умерших, это совершенно тупиковая саморазрушительная ситуация. Поэтому в терапии, когда мы им делали со злостью, с обидой, с гневом, со слезами, это те вещи, которые тоже мы не спеша прорабатываем, потому что болевая точка должна исцелиться, рана должна зажить. человек, чтобы спокойно жить дальше, должен выйти из этого замкнутого круга обиды, гнева и тому подобных эмоций. Я думаю, что еще одна категория это бывшие, я имею в виду бывшие мужья, бывшие жены или возлюбленные, которые тоже расставание всегда бывает мучительным, не всегда бывает дружеским, и остается какая-то обида на человека и припоминаются ему тоже какие-то мучительные, но это, наверное, уже целая отдельная тема. Ну, она имеет отношение к нашему разговору, потому что, ладно, если это остается незажившая обида на бывшего, а зачастую это обиды, это ведь обоюдные, это полномасштабная война, в которой входят все что угодно, влияние на детей, наказание своего бывшего или бывшей с помощью детей забрать детей, настроить детей против, подкупить детей и так далее, и так далее. То есть, дети в данном случае вдруг из того, из тех, кого надо любить, превращаются в некое оружие возмездия. То есть, именно через детей я обязательно и легче всего причиню боль той или тому, на кого обижен. И, естественно, вот эта обида начинает отправляться, передаваться детям. И дети, которые живут в атмосфере войны, это тоже страдающие люди, живущие в атмосфере хронического стресса и так далее. Более того, чем часто приходится иметь дело, ребенку, неважно, мама или папа или бабушке, дедушке, рассказали историю. Твой там папа или мама, ужасный человек, который плохо поступал с вторым родителем, с тобой, и эти семейные предания о вине, ребенок берет на веру, некритично, без анализа. То, что называется суперэго, мы получаем от родителей как данную заповедь, аксиому, не анализируя и не пытаясь понять. И зачастую вот эта база в виде вины, обиды на родителя вырастает вместе с ребенком во взрослого человека, в котором вот эта обида до сих пор продолжает жить. И естественно, это сказывается на его отношениях, на дружеских, на романтических, и это, если можно так выразиться, обида дает побеги. Знаете, когда-то вот в парке праздника песни в бывшем Петровском парке там было дерево, посаженное Петром. дерево давно уже рухнуло, там была какая-то кладка кирпичная, но какой-то из корня побег вырос в отдельное дерево. Вот так же и в отношениях. Давно уже где-то закончились войны между родителями, а повзрослевший ребенок все еще семьи этой вражды, этой обиды и той же вины несет с собой и прорастает это в его жизни. Поэтому, когда мы думаем о прощении, стоит помнить, что вина и обиды это очень инфицирующие вещи. Они тоже передаются, ими можно заразить или заразиться. Поэтому работа с чувством обиды, работа с прощением и с виной это то, что работает не только для тебя, это работает для всех, кто тебя окружает, кто с тобой эмоционально связан, и уж тем более с детьми, которые от тебя не просто связаны, но еще и зависимы от тебя эмоционально. И, наверное, все-таки обида наносит больший какой-то ущерб, если есть какая-то крупица правды в том, что о тебе написали. Я не знаю, человеку там, который пишет книги, там ему пишут, что он бездарностный, и он психологически понимает, что последняя, может быть, книга у него была похуже, чем предыдущая, или связанная с внешностью, но человек понимает, что да, вот он, например, набрал лишний вес. Ну, то есть, если есть какая-то чуть-чуть, какая-то крупинка, ну, вот в этой обиде, в каких-то гадких вещах, которые мы понимаем, что ну, какая-то небольшая часть правды есть в этих обвинениях, мы можем воспринимать их более болезненно? Я думаю, что любой человек, который что-то делает в этой жизни, сталкивается с критикой, с отрицательными отзывами, и не все они объективны, и некоторые не имеют отношения к тому, что он делает, имеют отношения к личностям, тех, кто обижены, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это тоже часть работы над собой, это часть, здесь твоя самооценка играет защитную роль. То есть, если ты достаточно глубоко себя понимаешь, если ты не терзаем невротическими сомнениями бесконечными, прав ли я, не виноват ли я, и так далее, то вовсе ты будешь достаточно защищен от этого. Это не значит, что ты должен быть полностью глух и равнодушен к критике. Это значит, что критика для тебя будет понятна, значит, что она будет давать тебе, если это критика конструктивная от людей, чье мнение для тебя значимо, она будет давать тебе возможность стать лучше и ликвидировать какие-то пробелы, а критика пристрастная, критика направленная на что-то совершенно другое, она не будет тебя ранить. Вот поэтому мы сегодня уже говорили, что люди невротичны, люди тревожные с низкой самооценкой, они как раз и обижаются намного легче, и прощать им намного труднее, потому что они изначально ранены где-то в других ситуациях. Есть концепция, кто-то из психологов считают, что прощать – это навык, которому можно научиться. Есть какие-то книги на эту тему. Я думаю, что этому можно научиться, это надо брать в расчёт всё то, о чём мы сегодня говорили. То есть, человек, который хочет кого-то простить, здесь есть две вещи, которые надо понимать. кто это, что это за личность, кого ты собираешься простить, и кто это за личность, кто должен, кто ты сам. Какие структуры в твоей психике, какие структуры в твоём отношении к миру, к самому себе задействованы. То есть, наверное, научиться прощать можно, но точно не волевым усилием, точно не потому, что правильно и положено. формальное прощение, в том числе слова формальное, оно даст какой-то косметический внешний эффект и ничего не изменится внутри тебя. Поэтому научиться прощать, это в первую очередь научиться понимать и слышать себя, научиться отвечать на вопрос, почему я испытываю те или иные эмоции, почему я их испытываю именно к этому человеку, почему именно этот его поступок или фраза меня настолько ранили. Тут, конечно, вопрос, который всегда приходится отвечать. То, что сделал или сказал этот человек, это причина для того, чтобы ты обиделся, или только повод, или твоя обида вообще давным-давно в тебе живет и причитает, возможно, совсем другим людям, этот человек оказался удобным таким громоотводом для того, чтобы ты забросил это раздражение и злость на него. Я вот буквально на днях читал новую книгу Виктории Токаревой, где она рассказывала о том, как вот вроде бы на пустом месте возникла обида, Нонны Мурдюковой вражда и Лины Быстрицкой, что Мурдюкова в принципе хотела сыграть Аксинью в Тихом Доне, но там в силу ряда причин ее даже не позвали на пробы. И она позволила себе такое высказывание, что если бы хотя бы я была на пробах, я бы просто размазала Быстрицкую по стенке. То есть там все бы поняли, кто настоящая Аксинья. И Быстрицкая страшно обиделась на нее. И вот две в общем-то талантливые, прекрасные актрисы не разговаривали, избегали друг друга до конца жизни. Я думаю, что актеры редко наделены философским характером. Актеры это эмоции, это да, это самолюбие и карьера актера неразрывно связана с его признанием и с его амбициями. Да, в этой среде обид много. Это была книга детектив известной российской писательницы, где дело происходит в театре балетном и все бесконечные подковерные интриги, обиды, войны и так далее. Наверное, есть среды, где профессия по сути своей куда более эмоциональна и, наверное, менее рациональна. И, наверное, это среда куда более благотворна для возрастания обид. И, наверное, там тоже какие-то вещи в таких вещах, в таких структурах. Да не только там, и вообще, наверное, кажется, если людей научить, что такое прощать. Наверное, каждому это интересно должно быть. У каждого в жизни бывали обиды. Наверное, не у всех они затягиваются надолго, но что с ними делать, люди не знают. И, наверное, конечно же, один из самых трудных видов прощения, конечно, прощения самого себя. Это вина, с которой люди живут годами, и хорошо, если жив, тот, кого-то хочет попросить прощения, если его уже нет. и прощение себя, и осознанная вина, и бессознательная вина, это тоже то, что нуждается в очень глубоком исследовании себя самого, которое ты не всегда можешь провести самостоятельно без какой-нибудь профессиональной помощи. И, да, часть психотерапии о том, чтобы простить самого себя, о том, чтобы перестать испытывать гнев на себя. Потому что, когда человек на себя зол и всегда себя винит, что у нас следует за виной обычно, если верить тому же Достоевскому? Ну, да, наказание. Наказание, да. И поэтому люди, живущие с чувством вины, очень часто бессознательно себя наказывают, когда у людей вдруг на пустом месте случаются какие-то травмы, когда люди снова попадают в ситуацию, в которой последствия для них очень разрушительны. То есть, бессознательно наказывать себя, живя с виной, это очень распространенная история. Поэтому, не случайно, мы заканчиваем сегодня передачу тем, что важно научиться прощать себя. Опять, неформально, не махнуть рукой, не посмотреть в зеркало, не произнести мантру. Вот этот мне до сих пор ставит в тупик, этот очень пропагандируемый способ. Скажи себе, как ты прекрасен, скажи, что ты хороший, скажи себе, что ты умный, скажи себе, что ни в чем не виноват, и так далее, и так далее. Если бы все было так просто, этот мир был бы прекрасен и полно счастливых людей. К сожалению, на уровне такого поверхностного самовнушения это не работает. Наверное, есть какие-то мелкие ситуации, где можно обойтись этим поверхностным самовнушением, но я думаю, что их не так много. Поэтому простить себя, быть в ладу с собой, это хороший способ научиться прощать и других людей. и эти два камня, два этих связанных, как инь-янь, вина и прощение, переходящие друг в друга зачастую, это неизбежные спутники жизни любого общества и любого человека. И поэтому я еще раз подчеркну, как важно услышать в себе и вину, и обиду на кого-то, как важно распознать, откуда эта вина и откуда эта обида, как важно понять, что в тебе есть, что тебя заставляет находиться в этих чувствах, как важно понять, что в проживании с этими чувствами тебя разрушает, и как важно на этом сосредоточиться, слышать себя, и, наверное, исцелять себя. Рель Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт и программа «Диагноз недели». Мы встретимся через понедельник, когда уже пройдут праздники. Спасибо большое. Всего доброго. Вы слушаете Радио Болтком.